Всем добрый день! Мы продолжаем разговор про тождество объектов. Это вторая по счету лекция, посвященная данной теме. В рамках этой лекции, как я обещала, мы подробно разберем проблему диахронического тождества объектов. А именно, мы рассмотрим основные теории существования объектов во времени, которые разрабатываются в рамках аналитической традиции. Затронем основные теории времени, попробуем сформулировать критерии диахронического тождества для объектов, а также разберем некоторые наиболее популярные парадоксы диахронического тождества. В прошлый раз мы подробно рассмотрели вопрос о том, что представляет собой отношение тождества, а также поговорили о двух основных типах тождества, о нумерическом тождестве и о качественном или квалитативном тождестве. В теории, то есть на этапе определений, различие этих двух типов тождества выглядит вполне ясным и беспроблемным. Однако на практике данных двух типов тождества оказывается недостаточно для того, чтобы в их терминах объяснить или хотя бы описать наш повседневный опыт взаимодействия с вещами. Действительно, поскольку окружающие нас вещи существуют во времени, как и мы сами, то в нашем опыте мы воспринимаем вещи постоянно изменяющимися. Например, мы знаем, что летом деревья зеленые, осенью их листья желтеют, на зиму деревья сбрасывают листья, а весной из почек вырастают новые листья. Мы привыкли к тому, что в нашем опыте восприятия окружающих объектов тождество всегда идет рука об руку с изменением. Вещи изменяются, но остаются теми же самыми. Одно и то же дерево в течение своей жизни проходит множество сезонных циклов. Оно постоянно меняется, но при этом остается тем же самым деревом. Однако, когда мы приступаем к философскому осмыслению отношения тождества, возникает закономерный вопрос, как нечто может изменяться, но при этом оставаться тем же самым, то есть тождественным себе. Легко увидеть, что данный вопрос представляет серьезную проблему для концепции номерического тождества. Действительно, с одной стороны, номерическое тождество по определению является отношением, которое может иметь место только между объектом и им самим, поскольку номерически тождественными называются такие и только такие объекты, все свойства которых совпадают. Ситуация, когда все свойства объекта А и все свойства объекта Б совпадают, но А и Б при этом не являются номерически тождественными, то есть не являются одним и тем же объектом, невозможно в силу закона Лебница. Точно так же закон Лебница, да и само определение номерического тождества, запрещает ситуацию, когда объект А и объект Б являются номерически тождественными, то есть являются одним объектом, но при этом не являются качественно-тождественны, то есть обладают разными свойствами. С другой стороны, наш эмпирический опыт восприятия объектов окружающего мира является очевидным опровержением последнего утверждения. Окружающие нас вещи обладают разными свойствами в разные моменты времени. Более того, окружающие нас вещи могут обладать несовместимыми свойствами в разные моменты времени. Например, мой чай в один момент времени может быть горячим, а в другой момент времени – холодным. Но при этом эти вещи остаются или продолжают считаться нумерически тождественными. Из данной ситуации возможны по меньшей мере два очевидных выхода. С одной стороны, мы могли бы на основании существующего противоречия между нашим опытом и следствиями закона Лейбница отвергнуть как закон Лейбница, так и саму концепцию нумерического тождества как очевидно абсурдный. С другой стороны, мы могли бы квалифицировать возникшее противоречие как свидетельство того, что существующая классификация видов тождества просто не полна, и попробовать дополнить ее, сформулировав дополнительно третью концепцию тождества – концепцию тождества объектов во времени или концепцию диахронического тождества. Безусловно, интереснее будет выбрать именно второй путь. Сформулировать концепцию диахронического тождества объектов значит, прежде всего, сформулировать удовлетворительный критерий диохронического тождества объектов, удовлетворительный как с точки зрения наших эмберических интуиций, так и с логической точки зрения. Очевидно, что для того, чтобы сформулировать удовлетворительный критерий диохронического тождества, необходимо показать, что объекты в принципе способны сохранять свою тождественность во времени, а для этого требуется предварительно сформулировать некоторую фундаментальную теорию существования объектов во времени. В литературе выделяются две противоположные теории существования объектов во времени. Это теория пердурантизма, она же четырехмерная теория, и теория эндурантизма, она же трехмерная теория. Сторонники этих двух теорий занимают противоположные позиции относительно вопроса о том, каким образом объекты существуют во времени. Кратко их позиции можно обозначить следующим образом. Пердурантисты считают, что предметы обладают временными частями наряду с пространственными частями, так что в каждый отдельный момент времени нам дана только какая-то одна из временных частей предмета, а не весь предмет целиком. Такой способ существования объектов во времени обозначается термином perjuring. Эндурантисты, напротив, считают, что предметы не обладают никакими временными частями и что в каждый отдельный момент времени предмет присутствует или дается нам весь целиком. Такой способ существования объектов во времени обозначается термином enduring. Спор пердурантистов с эндурантистами представляет собой полноценный метафизический спор о том, что существует и как существует. Эти две позиции очевидным образом предполагают разное понимание как природы объектов, так и природы времени. Легко увидеть, что главным камнем преткновения для этих позиций является вопрос о наличии у объектов временных частей. Пердурантисты считают, что объекты имеют как пространственные, так и временные части, в то время как эндурантисты считают, что объектов может быть только пространственные части. Рассмотрим подробнее, что такое временные части объектов, как они могут пониматься и как о них можно говорить. Существует несколько интуиций, посредством которых можно попробовать схватить понятие временной части объекта. Однако не все эти интуиции одинаково удачны. Так, например, очевидно, что понятие временной части объекта не имеет ничего общего с понятием временной части объекта. У вещей бывают временные части. Например, мы можем временно установить на место проколотого колеса автомобиля запасное колесо-докатку. Но колесо-докатка само является существующим во времени объектом и вследствие этого обладает собственными временными частями. Иногда временные части объектов предлагают рассматривать в качестве сущностей, которые могут быть представлены в виде упорядоченных пар объектов и моментов времени. Например, в виде пары Пушкин и 5 октября 1831 года. Такие сущности могут обозначаться выражениями, представляющими собой сложную именную группу, вроде выражения Пушкин 5 октября 1831 года. Однако понимаемые таким образом временные части объектов оказываются онтологически вторичными или зависимыми от тех объектов, частями которых они претендуют быть. В данном примере от Пушкина. В такой трактовке понятие временной части оказывается абсолютно тривиальным и вследствие этого метафизически бесполезным. Также иногда для трактовки понятия временной части объекта прибегают к аналогии с понятием временных частей событий или процессов. Мы часто используем в повседневной речи такие выражения, как начало лекции или первый акт спектакля. Подобным образом мы могли бы говорить о начальной или завершающей части существования объекта во времени. Очевидное преимущество такой аналогии заключается в том, что она дает нам более-менее понятный способ говорить о предполагаемых временных частях объекта. С другой стороны, к недостаткам этой аналогии следует отнести, во-первых, то, что такого рода аналогии всегда оставляют широкое поле для дискуссии о том, есть ли у нас право на их основании принимать какие-то антологические обязательства. А в нашем случае утверждают, что такие сущности, как начальная и завершающая часть объектов, существуют на самом деле. Во-вторых, очевидно, что принимая такую аналогию и моделируя концепцию временных частей объектов на основе концепции временных частей событий или процессов, мы также будем вынуждены занять редукционистскую позицию, то есть свести объекты, существующие во времени, к событиям или процессам. Ну и, наконец, еще один способ конструирования метафизически значимого понятия временной части объекта опирается не на аналогию с событиями или процессами, а на аналогию с пространственными частями объектов. Ясно, что любой пространственно-протяженный объект может быть разделен множеством произвольных способов на пространственно-протяженные части, чьи пространственные границы будут определены относительно этого целого объекта. Ясно, что объект может иметь пространственные части, понимаемые таким образом только при условии, что он обладает протяженностью. Тогда аналогичным образом можно сказать, что объекты имеют временные части, если они обладают протяженностью во времени. И тогда под временной частью объекта можно понимать протяженную во времени сущность, временные границы которой определены относительно этого целого объекта. Например, в соответствии с таким подходом временная часть Пушкина могла бы пониматься как протяженная во времени сущность, временные границы которой определены относительно Пушкина. Временные границы одной из таких сущностей могли бы, к примеру, быть определены датой рождения Пушкина с одной стороны и датой его десятого дня рождения с другой стороны. Такие сущности могут обозначаться выражениями, представляющими собой тоже сложную именную группу, вроде выражения Пушкин в возрасте до 10 лет. Легко показать, что понятие временной части объекта в таком последнем понимании существенно отличается от рассмотренной выше концепции упорядоченных пар объектов и моментов времени. Это отличие заключается в том, что концепция упорядоченных пар не предполагает принятия никаких онтологических обязательств к протяженным во времени сущностям, а последняя же концепция, напротив, требует принять такие онтологические обязательства и в этом смысле является метафизически интересной концепцией. Именно это различие в сущности позволяет схватить истинный смысл той проблемы, вокруг которой в действительности разворачивается спор между пердурантистами и эндурантистами. Это вовсе не спор о проблемах мереологии, то есть это не спор о том, как правильно задать отношение части и целого для объекта и его временных частей. Это спор о том, могут ли вообще быть и есть ли такие сущности, которые обладают протяженностью во времени, в том же смысле, в каком объекты могут считаться протяженными в пространстве. По сути, это не столько вопрос о природе объектов, сколько вопрос о природе самого времени, то есть вопрос о том, правильно ли говорить о времени как о полноценном измерении реальности, которое существует наряду с тремя измерениями пространства. В литературе выделяются две противоположные теории времени, это этернализм и презентизм. Давайте рассмотрим в самых общих чертах, что собой представляют эти теории и как их сторонники трактуют природу времени. В соответствии с позицией презентизма, время существенно отличается от трех пространственных измерений. Это отличие заключается в том, что время, в отличие от пространства, проходит, поэтому не все моменты времени существуют в одинаковом смысле. Реальным существованием обладают только настоящие, и объекты считаются реально существующими только в настоящем. Легко увидеть, что с презентистской теорией времени естественным образом сочетается позиция эндурантизма. В соответствии же с позицией этернализма, время полностью аналогично пространству, и все моменты времени существуют в том же самом смысле, в каком существуют пространственные измерения и области пространства. Так что прошлое и будущее существуют в том же смысле, что и настоящее, и объекты считаются реально существующими как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем. Также легко увидеть, что с этерналистской теорией времени естественным образом сочетается позиция пердурантизма. В литературе также встречается еще одна пара терминов, которые в целом схватывают ту же или весьма близкую интуицию, которая находит отражение в противопоставлении подходов этернализма и презентизма. Это термины А-серии и Б-серии, которые были введены шотландским философом Джоном Мактагартом еще в 1908 году для описания двух способов упорядочения событий во времени. А-серия – это последовательность событий, упорядоченных с помощью предикатов «прошло», «есть» и «будет», которые также называются А-свойствами. Б-серия – это последовательность событий, упорядоченных с помощью двухместных отношений «наступить раньше», «наступить позже» и «наступить одновременно», которые также называются Б-отношениями. Итак, мы достаточно подробно рассмотрели контекст и предмет метафизического спора между эндурантистами и пердурантистами о природе частей объектов и о природе времени вообще. Давайте теперь сосредоточимся на конкретных решениях проблемы диахронического тождества объектов, которые предлагаются в рамках эндурантизма и пердурантизма. Выделяют две основные эндурантистские концепции существования объектов во времени и две основные пердурантистские концепции существования объектов во времени. Каждая из этих четырех концепций предлагает свой вариант решения проблемы диахронического тождества объектов. Разберем эти концепции по порядку и начнем с эндурантистских теорий. Первый тип эндурантизма называется индексикализм. Данную концепцию впервые предложил Питер Ван Инваген. В соответствии с данной концепцией у объектов нет временных частей, и в каждый отдельный момент времени объекты даны или существуют целиком и полностью. Проблема тождества объектов во времени в рамках данной концепции решается посредством введения так называемых темпорально индексированных свойств. Например, если в момент времени Т1 мой чай горячий, а в момент времени Т2 мой чай остыл, то это один и тот же чай одновременно или сразу обладает свойством быть горячим в Т1 и свойством быть холодным в Т2. Поскольку в соответствии с индексикализмом все свойства объектов являются темпорально индексированными, то есть каждое свойство привязано к какому-то конкретному моменту времени, то один и тот же объект может обладать всеми этими свойствами сразу или атемпорально. Видно, что такой подход решает проблему несовместимых свойств. Действительно, если свойства быть горячим и свойства быть холодным сами по себе являются несовместимыми, то темпорально индексированные свойства быть горячим в Т1 и быть холодным в Т2 уже являются вполне себе совместимыми. Во-вторых, такой подход решает проблему выполнения изменяющимся во времени объектом закона Лейбница. Действительно, объект, обладающий свойством быть горячим, и объект, обладающий свойством быть холодным, в соответствии с законом Лейбница, могут быть только разными объектами, поскольку один и тот же объект не может обладать обоими этими свойствами одновременно. Но объект, обладающий темпорально индексированным свойством быть горячим в Т1 и объект, обладающий темпорально индексированным свойством быть холодным в Т2, в соответствии с законом Лейбница, уже может быть одним и тем же объектом, поскольку объект может обладать всеми этими свойствами сразу, и набор присущих ему свойств всегда, то есть во все моменты времени, остается одним и тем же. Второй тип эндурантизма называется адвербиализм. Данную концепцию предложила Салли Хаслангер. В соответствии с данной концепцией объекта также нет временных частей, и в каждый отдельный момент времени объекты даны или существуют целиком и полностью. Но проблема тождества объектов во времени в рамках данной концепции решается посредством темпоральной индексации уже не свойств, а самого отношения экземплификации или воплощения свойств. В соответствии с данной концепцией объект всегда по-разному экземплифицирует свойства, но при этом именно способ экземплификации определяет время экземплификации свойств объекта. Так, например, если в момент времени T1 мой чай горячий, а в момент времени T2 мой чай уже холодный, то адвербиалист опишет эту ситуацию следующим образом. Поскольку существование в Т1 – это один способ существования, а существование в Т2 – это уже другой способ существования, поскольку в моменты времени Т1 и Т2 один и тот же чай Т1 способом горяч и Т2 способом холоден. Легко увидеть, что данный подход также позволяет решить проблему несовместимых свойств. Объект может обладать несовместимыми свойствами в силу того, что он обладает ими разными темпорально индексированными способами. Аналогично данный подход решает проблему выполнения изменяющимся во времени объектом закона Лейбница. Объект, обладающий различными свойствами, разными темпорально индексированными способами, остается одним и тем же объектом, потому что набор его свойств в разные моменты времени остается одним и тем же. Как видно из вышесказанного, общей чертой эндурантистских концепций является то, что их сторонники решают проблему диахронического тождества объектов за счет принятия таких концепций свойств, в соответствии с которыми объекты рассматриваются как обладающие всеми своими свойствами атомпорально. То есть объект считается экземплифицирующим все свои свойства во все моменты времени. Перейдем теперь к рассмотрению пердурантистских теорий. Первый тип пердурантизма – это червячковая теория. Самой крупной фигурой, придерживающейся этой концепции, является Дэвид Льюис. В соответствии с данной концепцией, объекты считаются обладающими временными частями. Поэтому в каждый отдельный момент времени дана или существует только какая-то одна из временных частей объекта, а не весь объект целиком. В свою очередь, объект как целое, в соответствии с данной концепцией, представляет собой нечто вроде четырехмерного червя, простирающегося сквозь пространство-время. Причем такой четырехмерный червь рассматривается как обладающий всеми своими временными частями сразу, то есть атомпорально. Тогда разные временные части одного и того же объекта могут иметь разные и даже несовместимые свойства, и это не будет приводить ни к нарушению закона Лейбница, ни к проблеме несовместимых свойств. Это может быть легко показано с помощью аналогии с пространственными частями трехмерных объектов и их свойствами. Действительно, разные пространственные части одного и того же трехмерного объекта, например, кубика Рубика, могут иметь разные свойства в одно и то же время. Так, одна грань кубика Рубика может быть белой, а другая грань того же самого кубика Рубика может быть зеленой. Аналогичным образом, разные временные части одного и того же четырехмерного объекта червя, например, моей чашки чая, могут иметь разные и даже несовместимые свойства. Например, одна временная часть моей чашки чая может быть горячей, а другая временная часть той же самой чашки чая может быть холодной. Таким образом, червячковая теория тоже позволяет решить проблему диохронического тождества объектов. Второй тип пердурантизма – это теория стадий. Иногда теорию стадий рассматривают в качестве отдельной третьей теории существования объектов во времени и называют ее теорией эксдурантизма. Главным сторонником данной теории является Теодор Сайдер. В соответствии с данной концепцией, объекта, строго говоря, вообще не существует во времени. То есть любой объект является всего лишь мгновенной сущностью, мгновенной стадией и существует только в течение одного единственного момента времени. А в последующий момент времени существует уже не этот объект, а его дубликат или темпоральный двойник. Такие дубликаты уже не являются нумерически тождественными своим предшественникам. Это совершенно новые объекты. В соответствии с данной концепцией, под существованием объекта во времени подразумевается наличие некоторой последовательности или ряда таких мгновенных стадий, связанных между собой отношением темпорального двойничества. Поскольку отношение темпорального двойничества не является отношением тождества, поскольку теория стадий обходит проблему выполнения изменяющимся во времени объектом закона Лейбница. Действительно, разными свойствами в разные моменты времени обладают нумерически разные объекты, поэтому проблемы тождества просто не возникают. Точно так же удается обойти и проблему несовместимых свойств. Она точно так же не возникает для данной теории. Стоит отметить, что теория стадий все равно предполагает существование четырехмерных объектов, что является непосредственным следствием работы так называемого принципа мереологической композиции. В соответствии с этим принципом, любая совокупность мереологических единиц может рассматриваться в качестве целого объекта. Данный принцип распространяется и на объекты, состоящие из временных частей, то есть и на последовательности мгновенных стадий. Как видно из вышесказанного, общей чертой как теории пердурантизма, так и теории эндурантизма является то, что их сторонники подходят к решению проблемы диохранического тождества объектов за счет радикального пересмотра содержания понятия изменения и, в сущности, за счет редукции феномена изменения к чему-то другому, за счет отказа от понятия подлинного изменения. Действительно, ни одна из четырех представленных концепций не рассматривает объекты как реально изменяющиеся, то есть как утрачивающие одни свои свойства и приобретающие другие новые свойства. Для индексикалиста изменения – это просто различие между темпоральными индексами свойств. Для адвербиалиста изменения – это не более чем различие между способами экземплификации свойств. Для сторонника червячковой теории изменения – это различие между темпоральными частями объекта, а для сторонника теории стадии изменения – это последовательная смена нумерически нетождественных друг другу мгновенных сущностей стадий. Также можно отметить, что все четыре рассмотренные концепции существования объектов во времени основаны на несовместимых интерпретациях природообъектности. Эти интерпретации различаются как минимум по следующим пяти позициям. Во-первых, в трактовке отношения экземплификации свойств. Во-вторых, в понимании природы свойств. В-третьих, в представлении о мереологическом составе объектов. В-четвертых, в понимании сущности изменения. В-пятых, в трактовке отношения тождества. Вероятно, могут быть выделены и другие важные позиции, по которым рассмотренные четыре концепции расходятся. Очевидно, что на основании четырех рассмотренных выше концепций существования объектов во времени может быть сформулировано четыре различных критерия диахронического тождества для объектов. Давайте посмотрим, как они могут выглядеть. Критерии тождества для индексикализма. Два объекта диахронически и тождественны тогда и только тогда, когда оба объекта обладают одними и теми же темпорально индексированными свойствами. Или каждому объекту сопоставляется одно и то же множество порядочных пар, формы, свойства и темпоральный индекс. Критерии тождества для адвербиализма. Два объекта диахронически и тождественны тогда и только тогда, когда оба объекта обладают одними и теми же свойствами и экземплифицируют их одними и теми же способами. Или каждый объект находится в одних и тех же отношениях экземплификации к одним и тем же свойствам. Критерии тождества для червячковой теории. Два объекта диахронически и тождественны тогда и только тогда, когда все их временные части совпадают. И критерии тождества для теории стадий. Два объекта диахронически тождественны тогда и только тогда, когда все их мгновенные стадии совпадают и находятся друг с другом в одних и тех же отношениях темпорального двойничества. Отмечу, что эти четыре критерия диахронического тождества эксплицированы мной лишь в первом приближении, поэтому любые комментарии по поводу представленных формулировок в порядке обратной связи будут очень полезны. Наконец, очевидно, что четыре рассмотренные выше концепции существования объектов во времени позволяют разными способами анализировать и решать так называемые парадоксы или головоломки диахронического тождества, а ниже парадоксы совпадения. Мы рассмотрим три основных типа таких парадоксов на трех конкретных примерах. Первый парадокс, который мы рассмотрим, это парадокс корабль Тесея. Парадокс, получивший название корабль Тесея, был сформулирован еще Гоббсом. Формулировка этого парадокса описывает следующую ситуацию, в которой объект, корабль Тесея, претерпевает с течением времени постепенные изменения. Корабль Тесея – это корабль, на котором, согласно греческому мифу, Тесей вернулся в Афины с Крита. Афиняне хранили этот корабль и каждый год отправляли его со священным посольством на Делос. После каждого возвращения в Афины корабль подвергался починке, в ходе которой производилась замена некоторых его обветшавших частей – досок, гвоздей, парусов, канатов и так далее. В результате серии таких починок замененными оказались абсолютно все оригинальные части корабля. Обновленные части корабля были максимально похожи на оригинальные части, при этом в промежутках между починками корабль активно функционировал – выходил в море, возвращался в порт и тому подобное. В связи с этой ситуацией возникают следующие вопросы. Во-первых, корабль был отремонтирован или заменен? То есть это все еще тот же самый корабль или уже новый? Во-вторых, если мы скажем, что верно второе, то есть если корабль был заменен, и теперь перед нами уже новый корабль, то тогда в какой момент времени первоначальный корабль прекратил свое существование? Когда был произведен самый первый ремонт или только после того, как была заменена большая часть оригинальных деталей? Наконец, в-третьих, если бы все оригинальные части корабля были сохранены, и из них был бы построен корабль, то какой из двух кораблей следовало бы считать настоящим кораблем Тисея? Данный парадокс относится к классу так называемых парадоксов расщепления. Парадоксы расщепления могут быть в общем виде охарактеризованы следующим образом. В минимальном случае расщепления у нас имеется два объекта, B и C, которые являются разными объектами и которые существуют в некоторый более поздний момент времени, Т2. При этом оба объекта, и B, и C, связаны с объектом А, который существовал в более ранний момент времени, в Т1, и связаны таким образом, что объект B и объект C оказываются тождественными объекту А. Выделяют два типа случаев расщепления – это симметричное расщепление и асимметричное расщепление. При симметричном расщеплении объекты B и C находятся в одном и том же отношении тождества к объекту А, а при асимметричном расщеплении объекты B и C находятся в разных отношениях тождества к объекту А. Парадокс корабля Тесея описывает случай асимметричного расщепления. А одним из популярных примеров случая симметричного расщепления является парадокс расщепления личности, который мы не будем здесь подробно представлять. На этой основе может быть сформулирована проблема, образующая ядро парадокса корабля Тесея. Если в момент времени Т1 имеется оригинальный корабль А, а в момент времени Т2 имеются два корабля, А1 отремонтированный корабль и А2 собранный из сохраненных оригинальных частей, то сколько объектов существует в момент времени Т1? Сколько объектов существует в момент времени Т2 и между какими из них имеет место отношение диахронического тождества? Рассмотрим, каким образом данная проблема будет анализироваться и решаться средствами, представленных выше концепции существования объектов во времени. В соответствии с индексикализмом, корабль А1 и корабль А2 будут считаться разными объектами, в силу того, что некоторые их темпорально индексированные свойства различаются. Да, у кораблей А1 и А2 также имеются некоторые совпадающие темпорально индексированные свойства, но только некоторые. А поскольку, согласно индексикализму, объекты обладают всеми своими темпорально индексированными свойствами сразу, то есть отемпоральным образом, то наши два корабля, А1 и А2, будут считаться разными объектами как до своего расщепления, то есть в момент Т1, так и после него, то есть в Т2. В соответствии с адвербиализмом, корабль А1 и А2 тоже будут считаться разными объектами, ввиду того, что некоторые их свойства отличаются и также отличаются некоторые способы экземплификации свойств. При этом у кораблей А1 и А2 также должны иметься и какие-то совпадающие свойства, и некоторые свойства кораблей А1 и А2 должны быть экземплифицированы одними и теми же способами. Но опять же, поскольку, согласно адвербиализму, объекты обладают всеми своими свойствами и экземплифицируют их отемпорально, то наши два корабля А1 и А2 будут считаться разными объектами как до своего расщепления, то есть в Т1, так и после него в Т2. Легко увидеть, что две рассмотренные эндурантистские концепции дают в сущности одинаковое решение парадокса корабля Тесея и анализируют лежащую в основе этого парадокса проблему одинаково контринтуитивно. Действительно, обе концепции утверждают, что в момент времени Т1 существует не один объект, названный нами корабль А, а два номерически различных целых объекта, которые при этом полностью совпадают друг с другом в пространстве. Различие между рассмотренными двумя концепциями заключается только в способе интерпретации этого совпадения двух номерически различных объектов. Дальше. В соответствии с червячковой теорией, корабль А1 и корабль А2 тоже будут считаться разными объектами на том основании, что некоторые их временные части различаются. Да, у кораблей А1 и А2 имеется несколько совпадающих временных частей, но лишь несколько. И поскольку, согласно червячковой теории, объекты обладают всеми своими временными частями сразу и отемпоральным образом, то наши два корабля А1 и А2 будут считаться разными объектами как до своего расщепления в Т1, так и после него в Т2. Однако, поскольку, согласно червячковой теории, в каждый отдельный момент времени нам дан не весь объект целиком, а только одна из его временных частей, то этому подходу удается избежать того контраинтуитивного следствия, с которым неизбежно сталкиваются эндурантисты, а именно, что нумерически различные объекты могут полностью совпадать друг с другом в пространстве. Таким образом, червячковая теория формулирует более удачное решение парадокса корабля Тесея. Наконец, в теории стадии парадокс корабля Тесея будет анализироваться в терминах мгновенных стадий и отношения темпорального двойничества. В соответствии с теорией стадий, корабль А1 и корабль А2 также будут считаться разными объектами в силу того, что они представляют собой разные мгновенные стадии и находятся в отношении темпорального двойничества к разным мгновенным стадиям. При этом у корабля А1 и корабля А2 имеются общие мгновенные стадии, среди которых, в частности, корабль А, существующий в момент времени Т1. Но поскольку в соответствии с теорией стадий все объекты на самом деле являются мгновенными сущностями, то есть их существование длится не дольше одного мгновения, то корабль А1 и корабль А2 будут считаться разными только после своего расщепления в Т2. Но корабль А, существующий в Т1 до расщепления, будет одним объектом. Отношение диахронического тождества, понимаемое в терминах темпорального двойничества, тогда будет связывать эти три объекта следующим образом. Корабль А и корабль А1 будут связаны отношением темпорального двойничества и, значит, будут диахронически тождественными. Корабль А и корабль А2 тоже будут связаны отношением темпорального двойничества и, значит, тоже будут диахронически тождественными. Но корабль А1 и корабль А2 не будут связаны отношением темпорального двойничества и, следовательно, не будут диахронически тождественными. Таким образом, теория стадий тоже дает такое решение парадокса корабль Тесея, которое хорошо согласуется с нашими интуициями. Действительно, теория стадий не заставляет нас признавать возможность существования нумерически различных, но полностью совпадающих в пространстве объектов, как первые две эндурантистские концепции. Следующий парадокс, который мы разберем, это парадокс статуи и кусок глины. Формулировка этого парадокса описывает следующую ситуацию. Представим скульптора, который начинает работать с куском глины. Он постепенно вылепливает из этого куска глины скульптуру. Допустим, что у скульптора получается реплика скульптуры мыслителя. Скульптор внимательно оценивает свою работу и решает, что результат его не устраивает. Тогда он сминает скульптуру мыслителя и снова получает бесформенный кусок глины. В связи с этой ситуацией возникает следующий вопрос. Если глиняная масса существовала до того, как была создана скульптура и продолжила существовать после того, как скульптура была разрушена, то существует ли глиняная масса в течение того промежутка времени, в которой существует скульптура. Данный парадокс к классу так называемых парадоксов конституирования. Парадоксы конституирования могут быть в общем виде охарактеризованы как ситуации, наглядно демонстрирующие различия между отношением тождества и отношением конституирования. Отношение конституирования, в отличие от отношений тождества, не является отношением эквивалентности и, в частности, оно не является симметричным. Если А конституирует Б, то Б не конституирует А. Проблема, образующая ядро парадокса статуи и кусок глины, может быть сформулирована следующим образом. Если в момент времени Т1 имеется объект А, кусок глины, в момент времени Т2 из объекта А вылепливается объект Б, скульптура, в момент времени Т3 объект Б разрушается, и в момент времени Т4 объекта Б больше не существует, но объект А продолжает существовать. То сколько объектов существует в промежутке времени между моментом Т2 и моментом Т3? Рассмотрим, каким образом данная проблема будет анализироваться и решаться средствами наших четырех концепций существования объектов во времени. Легко увидеть, что ситуация будет полностью аналогична ситуации с парадоксом корабль Тесея. Эндурантистские концепции индексикализм и адвербиализм будут сходным образом анализировать проблему статуи кусок глины, а также будут предлагать однотипные ее решения. Действительно, согласно этим двум концепциям, в промежутке времени между моментом Т2 и моментом Т3 будут существовать оба объекта. И объект А – кусок глины, и объект Б – скульптура. При этом, с точки зрения эндурантистов, эти два объекта в течение данного промежутка времени будут, с одной стороны, полностью совпадать по форме, по занимаемому ими объему пространства, по химическому составу и так далее, а с другой стороны различаться. Это различие будет иметь следующий характер. Индексикалисты будут различать кусок глины и скульптуру по наборам присущих им темпорально индексированных свойств, а адвербиалисты будут различать кусок глины и скульптуру по наборам присущих им свойств, а также по способам экземплификации этих свойств. Таким образом, эндурантистские концепции снова дают решение парадокса, не вполне согласующиеся с нашими интуициями, и вынуждают нас признавать возможность существования номерически различных, но полностью совпадающих в пространстве объекта. Сторонники червячковой теории тоже будут считать, что в промежутке времени между моментом Т2 и моментом Т3 существуют два объекта. Объект А – кусок глины, и объект Б – скульптура. Они будут различать кусок глины и скульптуру по составляющим их временным частям. Однако сторонники червячковой теории не будут считать объект А – кусок глины и объект Б – скульптуру совпадающими. Действительно, согласно червячковой теории, совпадать будут только некоторые временные части объекта А – куска глины и все временные части объекта Б – скульптура. Но не сами эти объекты целиком. Червячковая теория таким образом снова предлагает более удачное решение парадокса, преимущество которого заключается в том, что нам не приходится принимать существование нумерически различающихся объектов, которые при этом полностью совпадают. Наконец, теория стадий будет давать следующее решение парадокса статуи и кусок глины. В промежутке времени между моментом Т2 и моментом Т3 объект А – кусок глины и объект Б – скульптура будут являться одними и теми же, то есть нумерически тождественными последовательностями мгновенных стадий, но они будут находиться в разных отношениях темпорального двойничества. Так, последовательность мгновенных стадий, которая составляет объект Б – скульптуру, не будет находиться в отношениях скульптурного темпорального двойничества с мгновенными стадиями, существующими в промежутках времени между Т1 и Т2 и между Т3 и Т4, составляющими объект А, то есть кусок глины. Но при этом та же самая последовательность мгновенных стадий будет находиться в отношениях глиняного темпорального двойничества с указанными мгновенными стадиями. Данное решение, как и решение, предлагаемое Червячковой теорией, хорошо согласуется с нашими интуициями и не вынуждает нас принимать существование номерически различающихся объектов, которые при этом полностью совпадают. Выделяют также третий тип парадоксов диохронического тождества, который кто-то называет парадоксами неотъемлемых частей, а кто-то называет парадоксами смешения. Популярным примером такого типа парадоксов является парадокс чашки и Т-чашки. Представим себе чашку с ручкой, у нее есть часть, называемая Т-чашка, которая совпадает со всей чашкой, но при этом не имеет ручки. Чашка и Т-чашка являются разными объектами, потому что у них есть разные свойства. У чашки есть ручка, а у Т-чашки нет ручки. Теперь представим, что в какой-то момент времени у чашки отламывается ручка, и теперь чашка и Т-чашка полностью совпадают. Возникает вопрос, сколько объектов существует в момент времени Т-2. В принципе, легко увидеть, что парадоксы такого типа являются обратным случаем парадоксов расщепления. Поэтому решение рассмотренного парадокса может быть легко сконструированного по аналогии с решением рассмотренного выше парадокса расщепления корабль Тесея. Желающие могут попробовать сделать это самостоятельно в качестве упражнения. На этом на сегодня все. И мы завершаем рассмотрение темы тождества объектов. Здесь, на последнем слайде, вы можете ознакомиться с кратким списком литературы по сегодняшнему тематическому блоку. Всем спасибо!